Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Для меня пройдет еще минут 15 Для вас уже это следующий кадр Мы приближаемся к цели Вот он сам музей космонавтики Немножко тут что-то реконструирует Но это нам не мешает Так, кто у нас в РПшке играет? Это электробус Ладно, вон еще один А мы добрались до музея космонавтики Выглядит это вот так вот Так что сейчас будем заходить Стела торчит это Наверное, это стел называется, я не знаю Ну что, погнали Что ж, театр начинается с вершинки Так вот оно выглядит на входе Сувенирчик И космический корабль Ориона Ну и собственно сама вешалка Ладно, погнали дальше Пока никого нету Это на полу карта Не могу ее все заснять Она огромная Ну, мы потихонечку идем Как хода 35 гигабайт места Так что я думаю, ролик сегодня будет хороший Интерактивная карта Мы интересны, как не пользуются Но она, видимо, не особо работает Ребят, извините за тени Так, наземная Волга, мы пока стоим Тут, увы, ах, со вспышки не поснимаешь Там одноизмерительный комплекс Кому интересно, почему нельзя На паузе, ну, после премьеры А мы погнали дальше Я чувствую здесь надолго Не будем заострять внимание, да В тексте, потом после премьеры Можно всегда поставить паузу Пересмотреть, подсчитать В тексте, потом после премьера стороны вот это еще раз и корректирующая двигательная установка многократного включения для автоматических межпланетных станций серии венера автоматическая станция лана 9 луна 9 первая в мире автоматическая межпланетная станция осуществившая посадку на луну есть еще луна 3 и луна 1 так еще раз про этот спутник я не знаю что это пальто и шляпа королева которым он провожал гагарина но на стекло мне везет а закуски нету их и Продолжение следует... 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 Жидкостный ракетный двигатель РД-214, разработан УКБ-456, особый конструктор скайберов в 1952-1957 годах под руководством главного конструктора Глушко. Продолжение следует... 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 Первая советская экспериментальная стратосферная ракета авианифта. Авиавнита, господи. Такой шум, хрен прочтешь. И хрен скажешь. Ну и так вообще народ. Внешняя обстановка музея. Так что считайте, что вы в нем побывали. А мы переходим в следующий зал. Вот его общий вид. И пока внешний вид зала, как говорится, вид сверху. Это снизу не манекен, это женщина застыла. Ну что, погнали осваивать. Таковка космических кораблей «Союз-4» и «Союз-5». 14-18 января 1069 года. Впервые в истории мировой космонавтики для пилотируемых, два пилотируемых корабля «Союз-4» и «Союз-5» выполнили автоматическое сближение, ручное причаливание и стыковку. Ребят, извините, ошибаюсь, потому что вот табличка находится вот здесь. Вот, а читаю я ее издали. А снимать и читать одновременно, даже с хорошим зрением, это, бля, тяжеловато. Арктический визир корабля «Союз-4» — это подлинник. Фандер Ястреб с рамсом системы жизнеобеспечения «Подлинник». Мягкая конструкция со съемом жестким слемом. Использовался один раз 16 января 1969 года. При переходе космонавтов Елисеева и Хрунова из корабля «Союз-5» в «Союз-4» через открытый космос после стыковки. Масса скафандра 20 кило. Это аппарат «Зенит-3М». Использовался во время полета на космическом корабле «Союз-11» и первой орбитальной станции «Союз». Вел съемку космонавт Патсаев 6 и 30 июня 1971 года. А это полетный костюм. Много всего. Кому интересно, потом после премьеры можно поставить паузу, почитать. Стекло. Как обычное стекло. Не буду шутить, а то ролик маму смотреть будет. Современная орбитальная станция «Союз-6». Ну давайте, прочитаю вам тут мелко. Итак, ортостатический стенд «Вектор», предназначен для медицинского контроля сердечно-сосудистой системы «Космонавт». Используется во время отбора кандидатов «Космонавты» во время ежегодного медицинского свидетельства и непосредственно перед полетом. Каждый член экипажа проходит примерно 10 минут тренировок на стенде «Вектор». Я так понимаю, эта хрень крутится. После такого что-то уже не очень хочется стать космонавтом. Ну и кому интересно, пожалуйста, текст. Фокус. Взлетный костюм Зенюбекова. Работал на станции «Салют-7» в 1985 году. Так, кому интересно QR-кодик, обязательно будет его фото в конце фоторяда. Да, спалился будет фоторядик, но он будет маленький. В основном все на видео. Это спасательный садофандер «Соколка». Тизированное кресло «Казбек». QR-код также будет в конце. Но сейчас мы его на видео тоже заснимем. Тизированный спортивный костюм космонавта Лавейкина для наземных тренировок. Кто хочет послушать Лавейкина? Я уже не буду фоторя засорять в QR-кодами. Вот, пожалуйста. Ну, а здесь то, что, собственно говоря, как все выращивали. А еще в космосе мне нравится, чтобы растения с собой берут, чтобы они там росли. Как дома цветочки. Понимаешь? Нету в космосе. Они в специальных ящиках. У них там и свет, и вода есть. Возвращаемая баллистическая капсула «Радуга» подлими предназначалась для оперативного возвращения на Землю материалов с результатами исследований, полученных на орбите. Присоваясь с собой маленький космический аппарат с теплозащитой, выдерживающей нагрев при входе в атмосферу. Спойлерну вам чуть-чуть, народ. Спойлерну. Это у нас будет продолжение. Ну, просто вот эта штука висит, ее лучше снять отсюда. Музей очень большой. К ракете вон там вдалеке, чуть правее. Сейчас я на центр наведу, вот. Мы еще подойдем. Перед нами панель с инструментами для проведения технических и ремонтных работ на борту. И космический паяльник. Космический паяльник для работы в невесомости, безопасен для радиоэлементов, не выделяет вредных примесей. Припой находится внутри сменных жал насадок и выделяется строго дозированно при соприсновении с местом пайки. Успешно использовался на станциях Салюта. Мир в настоящее время эксплуатируется на российском сегменте МКС. О, а я думал, чем космический паяльник отличается от обычного. Фантом-манекен для измерения радиационной нагрузки на организм космонавта. Маска-вспышка, очки для регистрации космических излучений, вызывающих световые вспышки в глазах космонавта. Текст сейчас вам сделаю, кому интересно, потом читайте. Подготовьте лайки, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на канал. Весь пауэль уже очень много. Посмотрите на канал, не все очень много слоев для наставки и вновь людей. Впомнил, что здесь был народ! Собака-белка, собака-стрелка. Смотри, а вот в этой ракете они не пьют. Вон, видишь, это ракета для них была. Вот она, катапультируемый контейнер. Как же мы без главных героев космоса. Специально возвращался в начало музея. Вспомнил про них. Ну, никакое посещение музея без кофе. Надо выйти покурить, обварить мозгами информацию, попить кофеечку и продолжим съемку. Там всех предупредили, что мы, короче, ненадолго съебали. Велотренажер ВБ-3. Ну, рассказывать особо, наверное, ничего. Тренажер и тренажер. Выходной люк стыковочного отсека «Пирс» российского сегмента МКС «Подлинник». Предназначен для выхода в открытый космос двух членов экипажа международной космической станции в скафандрах «Орулан». Фокус, не шалить. Ну, это после улицы камера немножко шалит. Устройство для фиксации ног космонавтов в скафандре во время работы на поверхности орбитальной станции в открытом космосе. Подходит для российских и американских скафандров. Кому интересно. Попробуем отстоять очередь. Посмотрите, куда мы можем попасть. Это вход в базовый блок станции «Мир». А это очередь. Японский блок. Нет, посмотрим попозже, пожалуй, народ. Тут экскурсионная группа. Челезовой отсек орбитальной станции «Мир». Нас ждет море хоронит, молчание. Кого-то повесили. Ладно, шучу. Так, чтобы ролик не скучный был. Мы там еще пройдемся, народ. Просто вот это лучше снимать, как говорится, отсюда. Для выполнения регламентов и монтажных работ на борту орбитальной станции космонавты используют комплекс монтажника и пояс инструментальный. Есть варианты есть. Как он назывался, на киногране реактивный рюкзак. У меня тут очень много текста. Кому интересно, потом поставьте на паузу. Фермерная конструкция долговременной орбитальной станции «Мир». «Мир» 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 Автоматическая межпланетная станция Марс-3. Луна, луна, советуй, советуй. Ладно, продолжать не буду, меня потом убьет кто-нибудь. Руководство поет. А, хотя, нам часто в жизни не хватает, дать ганайзеру не стою. Ганайзер, прости, брат, не удержался. Жудкостный ракетный двигатель РД-119. Трехступенчатая ракета на свете Левосток. Сейчас мы ее обойдем, а потом покажем, что там есть.